В 1950 году новая пощечина. Из печати выходит новая книга о Шкиде, последняя гимназия. И один из авторов тоже шкидец, Паша Ольховский. Очень мрачная книга, которая написана документально. Потому что Шкида развалилась, ее же разогнали, потому что она превратилась в малину. Влившиеся ребята, конечно, совершенно разложили Шкиду. И там уже был и пожар, там было черти знает что. И она кончилась. Без особых литературных достоинств последняя гимназия становится своего рода продолжением республики. Герои те же, но Шкида другая. Автор был слишком неопытен, чтобы придумывать мир, которого не было. Это была часть его жизни. Лучше, наверное, так сказать, что часть жизни, которую и не выкинуть, и не приукрасить, и не раскрасить. Там хорошими, там, красивыми красочками, там, его нельзя. Это вот часть его жизни. Но его обвинят во лжи. В поругании чести Шкиды и ее директора. Ольховский уедет из Ленинграда. Пойдет в армию. Пройдет Хасан и Холхенгол. Вернется с орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. И никто никогда не усомнится в его честности. Випниксору разрешат вернуться в школу лишь через 8 лет. С оговорками. Никакой психологии и трудных подростков. Он станет учителем русского языка и только в школах для девочек. Виноваты ли в его падении книги? Или было что-то еще? Неизвестно. Шкидцы о бедах учителя ничего не знали. Его никто не навещал. Сестра. Здравствуйте. Прекрасный вечер. Здравствуйте. Прошу вас. Двоюродная сеструха. Очень приятно. Твоюродная сестра? Удивительно похоже. Да. Здравствуйте. В первых числах января 1936 года Пантелеев вернулся из командировки в Москву. На вокзале его встречал Белых. Новости были плохие. У Гриши был обыск. Забрали дневник и несколько тетрадей черновиков. Последние два года дела у Белых идут неважно. Одна радость. Родилась дочка. Денег в семье нет. Рукопись уже год валяется в издательстве. Оно и понятно. Старший брат Николай арестован и осужден. А теперь и сам Григорий под следствием. При обыске нашли штук 30 антисоветских частушек и поэму. Разговор Петра Первого со Сталиным. Я был идеями богат, но не был так богат рабами. Это создание контрреволюционных произведений. Статья 58-10. На допросы начинает таскать всех. Друзей, соседей. Что читали, что знали. Пантелеев боится. Что такое тюрьма, он помнит хорошо. Вот его слова на допросе. Я был возмущен тем, что мой друг, как я его считал, сочиняет контрреволюционные произведения. Безжалостный документ сохранил минуту, когда страх оказался сильнее дружбы. Весной 36-го года следствие было закончено. Белых дали три года лагерей. Он сидит под старой русой. Откровением становятся письма. Начинаешь жалеть, что не стал мошенником. Избежал бы многого, а главное, вечного подозрения. Белых понимает, что с них полууголовников, полуинтеллигентов эти подозрения власть не снимет никогда. Через пять лет это узнает и Пантелеев. До конца срока остается меньше года, но у Белых туберкулез в опасной форме. Ирония, последнее его оружие тоже приходит в негодность. Нет больше насмешливого, романтичного Янкеля. Есть усталый, очень больной человек. Его везут в тюремную больницу в Ленинград. Но поздно. Оттуда и приходит последнее письмо. Ведь последнее письмо Белых из тюрьмы, это письмо в руках я держала, на него невозможно смотреть. Прыгающие строчки. Я чувствую, как этот человек задыхается, погибает и качается. Ты знаешь, мне кажется, что меня волокут санитары. Буквально вот на какой-то трагической ноте кончается это письмо и все. Рождественские подарки каждому по карману. Кимко, красно-60. Весь декабрь особенно выгодные цены на детский...